Техника в аренду. На короткое время можно взять телефон, ноутбук или телевизор. Но услуга эта рискованная. Почему, знают наши корреспонденты. Дмитрий Ларионов работает в кафе администратором. Принимает заказы, ведет переговоры с поставщиками и все по телефону. Но в начале лета мобилка парня сломалась. Решил на время ремонта взять другую, в аренду. Нашел определенный сервис, пришел к ним, взял в аренду мобильник на два дня. Когда вернулся, мне сказали, мол, мы вам не вернем паспорт, платите полную стоимость за телефон. Там была трещина. И да, я ее заметил, когда брал сам телефон, но не придал тому значения. Получил назад паспорт только после того, как выплатил 5000 гривен за поврежденный телефон. Уверен, это вымогательство, ведь реальная стоимость мобильного процентов на 20 ниже. Юноша требует возврата денег, но в самой конторе об этом и слышать не хотят. Смотрите, в этой истории давно представлена точка. Говорить что-либо на камеру, ни я, ни наше руководство не намерены. Он повредил телефон, и все, и давайте закроем эту тему. То, что арендодатели в качестве залога забрали паспорт у Дмитрия, это уже нарушение закона, говорят юристы. И предупреждают, прежде чем арендовать что-то, требуйте акт состояния этого имущества. Когда уже человек берет какую-то технику в прокат, важно подписать соответствующий акт приема передачи, в котором также четко зафиксировать все эти ознаки. Были потертости вещи, не были потертости, сломано, не сломано, в каком она в выгляде перебивала. То, что фактически подписанием акта будет засвечен факт, в каком состоянии перебивала речь. Таким образом, можно себя застраховать. Такой документ универсальный для любых случаев. Например, перед арендой квартиры можно указать ее техническое состояние и задокументировать. Это спасет вас от незапланированного ремонта чужого жилья. Ольга Сламяна и Георгий Маринов, Андрей Кузнецов. Специально для телеканала Донбасс.